В этом году по всей стране стали фиксировать случаи заражения корью среди детей и взрослых. Первая вспышка была выявлена ещё в январе в Новосибирской области. Сейчас перечень регионов заметно вырос. Волгоградская, Кемеровская, Самарская области, Краснодарский край, Башкирия, Санкт-Петербург. Этот список можно продолжать. И наш регион не стал исключением. В Балакове, к примеру, уже 36 заболевших. И с каждым днём их становится всё больше. Заговорили даже о введении масочного режима. Но так ли это необходимо? Об этом мы поговорили с лидией Родиной. Заведующий детским инфекционным отделением номер 2 Балаковской городской клинической больницы. Заразность данной инфекции составляет около 95%. Это большой процент. Поэтому необходимо для того, чтобы предотвратить распространение инфекции введением масочного режима, не только себя мы защищаем, но и также защищаем и окружающих. Так как вирус вскоре распространяется при чихании, при разговоре, при кашле. Этот вирус попадает в воздух, где находится даже после того, как больной покинет помещение в течение двух часов. Если мы потрогали предметы, которые заражены вирусом и дотронулись до носа, до рта, до глаз, возможно заражение. В начале это скрытый период, который длится от 9 до 17 дней. Иногда он может и удлиняться до 21 дня при определенных условиях. Если этот человек получал коревой иммуноглобулин, либо препараты крови. Дальше заболевание переходит в другую стадию, в начальную, которая очень сложно отделить от других респираторных вирусных инфекций, так как проявляется кашлем, насморком, слабостью, снижением аппетита, повышением температуры тела, проявлением конъюнктивита. Кашель, как правило, дальше усиливается с развитием заболевания и становится сухим. Лающим может появиться стеноз гортани. В среднем этот период длится 3-4 дня. Дальше переходит в следующий этап заболевания. Вот на этом этапе характерное течение для кори – это высыпание. Сыпь пятнистая, имеет тенденцию к слиянию. Начинается все с лица, шеи, затем распространяется на грудь, на руки, на бедра. И переходит затем на ноги. При первых появлениях сыпи необходимо пригласить на дом врача из поликлиники, для того, чтобы врач поставил диагноз и определил дальше, может ребенок такой находиться на домашнем лечении, либо определил его в стационаре. В настоящее время в стационаре находится у нас 8 детей на лечение с диагнозом кори под вопросом. Лечения специфического нету. Как правило, оказывается симптоматическая помощь ребенку. Соответственно, это инфузионная терапия, чтобы снять интоксикацию при бактериальных осложнениях антибиотики, противовирусные препараты и симптоматические препараты от кашля, сосудослуживающие. Забираются анализы на подтверждение кори. Это берется моча и кровь. Как правило, этот анализ назначается на пятый день от начала сыпи. И отправляется это исследование сначала в Саратов, потом анализы уходят в Нижний Новгород для подтверждения. Размещаем детей таких в боксы, где они находятся отдельно от других детей. Боксы имеют отдельную вентиляцию. Там в боксе не только в самой палате, но и в туалете имеется отдельная вентиляция. Они не сообщаются между палатами. В основном течение болезни благоприятны, но встречаются и осложнения. Такие как пневмония, воспаление уха, поражение сердечно-сосудистой системы, поражение печени, почек, а также, может быть, со стороны и центральной нервной системы. Но у нас таких пациентов нет. Дети все-таки болеют, заболевания протекают в средней степени тяжести. В основном, те, кто поступал, прививок нет. Но у одного ребенка в данный период прививка была осуществлена три недели назад, но одной прививки недостаточно. Для того, чтобы сформировался иммунитет, необходимы две прививки, которые по национальному календарю делаются в год и в шесть лет. У привитых в детстве, как правило, напряженность иммунитета снижается и может защитные титры антител снижаться вплоть до нуля. В данной эпид-ситуации лучше определить титр защитных антител и, соответственно, если титр низкий, то необходимо вакцинироваться. При контакте с больным либо с подозрительным больным корью прививка осуществляется в течение первых 72 часов. Учитывая, что все-таки при данной инфекции есть осложнения и достаточно грозные, серьезные со стороны центральной нервной системы, все-таки лучше предупредить заболевание, чем нежели заболеть. Продолжение следует...